Здравствуйте! Вы смотрите «Время новостей». Наши корреспонденты в честь Дня весны и труда подготовили специальный праздничный выпуск. Поэтому обо всем, что произошло 1 мая, смотрите прямо сейчас. Мир, труд, май. Первомайские демонстрации стартовали по всей России. Самая крупная и массовая состоялась в Москве. Представители профсоюзов и политических партий прошли по главной площади страны с патриотическими лозунгами и призывами. Всего в столице проведут более 300 мероприятий, где ожидают не менее 2,5 миллионов человек. В России День весны и труда официально в нашей стране его начали отмечать после Октябрьской революции, как День международной солидарности трудящихся. Современное название празднику дали в 1992 году. Традиционные шествия проходят во всех регионах страны. Сегодня профсоюзы Москвы вышли на Красную площадь, чтобы ещё раз заявить право на труд и защиту от безработицы. Право на образование и медицинскую помощь. Право на достойную старость. Это слагаемые успеха и процветания для каждого человека, каждой семьи, каждого города и каждой страны. Традиционные многотысячные демонстрации и митинги в 1 мая хватят практически все центральные площади и улицы Москвы. По данным правоохранительных органов, в столице пройдёт порядка 300 различных мероприятий. Для их проведения задействовано около 50 площадок. 1 мая – это наш праздник. Это праздник, в который мы вспоминаем жертвы, которые понёс рабочий класс, выступая и защищая восьмичасовой рабочий день. Но при этом мы чтим память и заслуги ветеранов профсоюзного движения, профсоюзных активистов. В столичной первомайской демонстрации приняли участие более 100 тысяч человек. Всего же власти на всех столичных мероприятиях ждут более 2,5 миллионов москвичей. С праздником вас, дорогие друзья! Май трудовой, май победный! Эдуард Здоров, Время новостей, Москва. Не менее масштабный день всех трудящихся отметили и в Крыму. 35 тысяч жителей полуострова приняли участие в первомайской демонстрации в Симферополе. Масштабы шествия поражали. Впечатлениями поделится Екатерина Зуева. Для пятилетнего Миши это уже вторая первомайская демонстрация. Готовился основательно, пришёл не с пустыми руками. Он ещё мал, но уже знает, кто президент страны и как правильно разместить цвета шаров, чтобы получился флаг России. Это наш флаг! Это наш президент! Мир, труд, май! Под звуки духового оркестра и барабанную дробь идут колонны трудовых коллективов, национально-культурных организаций, ополченцы, театральные коллективы, представители политических партий и общественных организаций, ветераны, спортсмены, медики, школьники, байкеры. И даже троллейбусы показались в колоннах с демонстрантами. Невероятное количество людей сейчас идёт по главной центральной улице крымской столицы. Горожан так много, что кажется, все симферопольцы вышли, чтобы прийти сюда и принять участие в первомайской демонстрации. Каждый хотел быть лучше и ярче. Вот школьники идут, старательно отчеканивая каждый шаг. Вот Екатерина Вторая и Потёмкин. Правда, на современный лад. Едут не в карете, а на модном авто. С первым маем всех вам благ! Любви, здоровья! Крым, Россия! Ура! Веселье ощущалось в каждой колонне. Горожане пели песни. Выходи, она, ты, Катюшка! Пусть всегда будет твой день! Кричали речевки. Крым! Ура! Ура! За многотысячной демонстрацией наблюдают изумлённые зрители. Мы вернулись на родину. Нам так хорошо. Мы вспомнили Советский Союз и нам очень-очень хорошо. Ну и куда на первомайской демонстрации без требований и лозунгов? Новороссия, мы с тобой. Крым – это Россия. Россия, мы любим тебя. Нет росту цен и тарифов. Даже самые маленькие заявили о себе, что не могут попасть в детский сад. У всех лозунги разные, но объединяет крымчан одно. Любовь к родине. Они верят в неё. Победа! Крым! Россия! Праздничное настроение, потому что мы все вместе. Приветствовали демонстрантов первые лица республики. Шествие было настолько масштабным, что казалось, оно не закончится никогда. Больше двух часов праздника, радости и невероятного единения народов Крыма. Более сотни стран мира отмечают в этот день. Ранее он имел политическую окраску, непримиримую борьбу рабочего класса. На сегодняшний момент это светлый, весенний, яркий праздник трудящихся. Это самая масштабная демонстрация. Настроение у людей замечательно. Действительно праздник труда. Поэтому всех хочу поздравить с этим праздником. Это праздник работающего человека, работающего крымчанина. Крымчане сейчас с очень большим энтузиазмом смотрят свое будущее. Только в Симферополе на демонстрацию вышли 35 тысяч горожан. По всему Крыму 70 тысяч. Яркое шествие в столице закончилось. Колонну замкнули коммунальщики. Они тоже показали свою солидарность с трудящимися. Убрали все, что оставили после себя демонстранты. Екатерина Зоева, Александр Смычек. Время новостей. Пробки на дорогах, посты ГИБДД на каждом перекрестке. На низком старте были и правоохранители. Они обеспечивали порядок во время первомайской демонстрации. В центре города дежурили кареты скорой помощи. За кулисами торжественного шествия была Екатерина Сабинина. В центральной улице Симферополя перекрыты. Общественный транспорт пускают в обход. Крымская столица отмечает День солидарности трудящихся. Сегодня выходной день, поэтому на отсутствие транспорта крымчане не жалуются. Они наслаждаются пешими прогулками. Погода радует, настроение приподнятое. Да и не каждый день симферопольцы могут пройтись по центру города, чтобы не лавировать между потоками автомобилей. Мы все очень довольны. Ребенок весь в празднике, весь в счастье. Слава Богу, мир, труд май на самом деле. Бывалые демонстранты прихватили с собой ролики и самокаты. У всех в руках цветы, шары, транспаранты, флаги. Вся символика патриотическая. Ура! Россия! Россия! Пока одни отмечают День солидарности трудящихся, другие работают. Для правоохранителей и спецподразделений праздники горячая пора. Нужно стоять на страже порядка. Наготове ОМОН и полиция. Они следят, чтобы никто не нарушал закон. Куличие, режущие, стекло, запрещенные предметы. На низком старте и медики. Неотложная помощь понадобилась 74-летнему симферопольцу. Неравнодушные участники шествия проявили солидарность и не оставили мужчину в беде. Потерял сознание. Ну, я первый попавшийся был. Подхватил его. Поставили, сел на стул, воды дали в первую очередь. Ну, и потом вызвали скорую. Работали не только медики и правоохранители. Некоторые решили совместить приятное с полезным и заработать лишнюю копейку. На каждом углу продавали цветы и воздушные шары. Хорошая выручка была и у тех, кто торговал мороженым. Чего не скажешь о магазинах с горячительными напитками. Не заходят, не спрашивают крымчане? Не хотят. Вообще заходят, спрашивают, хотят приобрести. Но нельзя до такого времени. Вроде как до двух часов дня. Но многие подготовились заранее и после шествия устроили пикник прямо на обочине. Людей столько, что это вообще необъятно. Нефти было пройти. Вот мы шли в колонии, места не хватало нам. И очень много было людей, очень много зрителей было. Ну, вообще, это супер просто. Первомайское шествие 2015 года вполне может претендовать на рекорд, говорят люди. Такое количество крымчан, идущих плечом к плечу, они помнят только в период крымской весны. Но и эту планку можно повысить, уверены демонстранты. Впереди главный праздник страны – 70-летие Великой Победы. Поэтому многие уже репетируют, распев любимых военных песен. Раскудрявый, клен зеленый и звездой, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый и звездой. Екатерина Сабинина, Игорь Романенков. Время новостей. Тысячи крымчан вышли на улицы в честь праздника Первого мая и в остальных городах Крыма. По всему полуострову прошли демонстрации трудящихся и массовые народные гуляния. Этой весной праздник труда ознаменовался в первую очередь единением всех народов и открытием курортного сезона. Как проходило одно из самых массовых празднований в разных городах полуострова, смотрите далее. Одна многотысячная семья. Традиционный старт празднику труда и весны во всех крымских городах дали первомайские демонстрации. В Севастополе жители города после шествия торжественно открыли доску почету севастопольских ветеранов. Это сплощает весь народ. Особенно для жителей Крыма, Севастополя. Для нас это уже не первый праздник в составе России, но очень душевно. Поздравляем! Ялта сделала упор на патриотичность. Отличились огромным триколором, который несли представители молодежи. Многотысячное шествие то и дело сопровождалось выкриками «Крым и Россия». Самое главное, чтобы мы все с вами знали и поняли, что мы хотим видеть здесь, на месте нашего города, на месте нашего Крыма и в нашей родной России. Да здравствует! 1 мая! Ура! Не стал оригинальничать город-герой Керчь. Вооружившись знаменами и плакатами с названиями своих трудовых коллективов, жители прошли по главным улицам города. Это шествие стало самым многочисленным за последние годы. Выходили на улицы праздновать День труда целыми семьями. Мы пришли с гордостью, всей семьей собрались, с детьми. Потому что 1 мая – это объединяет людей, День трудящийся. Мы рады за нашу страну, за Россию, что сплощают людей. В Евпатории же начали празднование не с традиционной демонстрации, а с парада эпох. Представители различных этносов прошлись по улицам многонационального приморского города, показав тем самым единство всех народов полуострова. Плюс ко всему радости добавило открытие нового туристического сезона. С майских праздников начинается заполнение санаторно-курортного комплекса. Он самый большой, у нас 64 санаторно-курортного объекта. Мы в этот сезон верим и понимаем, что сегодня в России большая мода на Крым. Празднование в городах полуострова только началось. Впереди у крымчан насыщенная программа. Многочисленные концерты, соревнования и ярмарки будут радовать жителей Крыма до 4 мая включительно. Дарья Скобеева, Время новостей. Любимый праздник советской эпохи. Многие еще помнят его первоначальное название – День международной солидарности трудящихся. История сегодняшнего дня весны и труда уходит в 80-е годы позапрошлого столетия, когда американские рабочие устроили забастовку. Требования пролетариата завершились кровопролитием и 1 мая стали отмечать в память о погибших. Какие метаморфозы ждали символ революции, знает Ирина Гросила. Вот наш миссис, народный праздник, трудящийся, первая мая! Ура! Первомайскую демонстрацию ждал каждый советский человек. Колонны трудящихся шли парадным маршем. Их приветствовали лидеры партии и передовики производства. В СССР было всего две возможности участвовать в массовых гуляниях. Так что 1 мая являлся настоящим событием, которое отмечалось на широкую ногу в каждом городе и поселке. Знаменитые живые гимнастические пирамиды, всем запоминающиеся саркастические карикатуры, парады физкультурников. Народ был гораздо на выдумке. Но очень скоро политические краски померкли. И с 92-го года в России стали отмечать День труда и весны. Сегодня 1 мая отмечают жители 142 стран. В этот день собираются народные гуляния, ярмарки. На главных площадях городов выступают артисты и местные коллективы. Как бы ни называли, первый майский день – это символ пробуждения природы. Его большой эмоциональный заряд связан не только с приходом весны. Народное торжество объединяет людей любой веры и национальности. Для Крыма это как никогда актуально. Ирина Гротила, Время новостей. Но не везде 1 мая – радостный праздник. На Украине в разных городах прокатилась волна стычек и конфликтов, связанных с Днем весны и труда. Обзор событий от Александра Губарева. Начнем со столицы Украины. В Киеве, несмотря на категорические высказывания властей по поводу 1 мая, все же начались акции ко Дню весны и труда. На территории возле музея Великой Отечественной войны сначала собрались ветераны, а затем к ним присоединились члены Коммунистической партии. Сразу начались первые стычки. Несколько десятков молодых людей в балаклавах начали сжигать символы коммунизма прямо возле митингующих. Досталось и лидеру Коммунистической партии Украины Петру Симоненко. Во время его интервью с журналистами неизвестный попытался облить главного коммуниста незалежной кефиром. Мы не случайно коммунисты предложили, что софинические ресурсы, природные, как газ, нефть, электроэнергия и другие, они должны выходить. Однако акцию все же удалось завершить без массовых беспорядков. В других же городах людям, вышедшим отпраздновать 1 мая, абсолютно не давали прохода националисты, а правоохранители только усугубляли положение дел. Вот кадры, где четко видно, как милиция силой отнимает у пожилого мужчины флаг. У людей такие действия сразу вызвали массу возмущений, но тут подтянулась очередная партия так называемых патриотов. Почти во всех городах Украины любые попытки людей, в основном старшего поколения, выйти на первомайские марши, пыталась пресечь милиция. А в Харькове прямо во время демонстрации к митингующим вплотную подошли сторонники Майдана и начали вырывать плакаты из рук. Правоохранители не только не мешали националистам, но даже помогали. Сразу после прибытия милиции стариков оттеснили от стеллы и буквально запихнули их в автобусы. Александр Губарев, Время новостей. И к другим новостям. В Крыму по подозрению в подготовке теракта у здания республиканской прокуратуры задержан боец украинского добровольческого батальона «Азов». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства со ссылкой на прокурора республики Наталью Поклонскую. В данный момент в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным прокуратуры, задержанный также подозревается в причастности к поджогу здания мечети Чукурча в Симферополе летом прошлого года. По словам Натальи Поклонской, раскрытие ряда резонансных преступлений террористического и экстремистского характера стало результатом совместных действий прокуратуры, региональных подразделений МВД и ФСБ. Мечты сбываются. В Бахчисарае продолжают выделять жилье для депортированных граждан и многодетных семей. На этот раз ключи от социальных квартир в новостройке из рук заместителя председателя Совета министров Крыма Руслана Бальбека получили еще 10 человек. Все будет хорошо. Счастливые лица и уверенный взгляд в будущее. Для десяти бахчисарайских семей с этого момента начался новый этап в жизни. Десятки лет ожиданий, обещаний и разочарований. Только в 2015-м для репатриантов было сделано в несколько раз больше, чем за прошедшие 25 лет. С 95-го года, вот я почти 20 лет ждала эту квартиру, прошло очень много тяжелых дней, страданий, мучений и наконец-то вот ключи у меня в руках. Указ президента о мерах по реабилитации депортированных народов и государственной поддержке их возрождения и развития властями Крыма выполняется неукоснительно. Указ президента о мерах реабилитации репрессированных народов в действии. И сегодня люди, которые годами, десятилетиями ожидали вот этого справедливого решения, наконец-то смогут получить ключи от собственного жилья. И это еще не конец. Ключи от новых квартир продолжат выдавать не только в Бахчисарае, но и в других уголках Крыма. В этом доме еще будут получать квартиры репрессированные, и в других городах Крыма будут получать квартиры в этом году граждане из числа репрессированных. Поэтому наша работа продолжается, и счастливые обладатели квартир по Крыму будет только увеличиваться. Алексей Бельчанский, время новостей, Бахчисарай. 1 мая в разгаре, не за горами и 9-е. В преддверии Дня Победы все большую популярность среди населения приобретает российская символика. Флаги и георгиевские ленты люди разбирают буквально в считанные минуты. Крымчане готовы украшать ими буквально все – дома, автомобили, одежду. И хотя волонтеры такую атрибутику раздают бесплатно, предприимчивые дельцы символы Победы перепродают. Сколько стоит нынче быть патриотом России, узнавала наша съемочная группа. Сейчас прилавки торговых точек буквально завалены российской атрибутикой. Ведь если есть спрос, то будет и предложение. И такому патриотизму продавцы только рады. Это хороший шанс неплохо заработать. Стоимость георгиевской ленточки зависит от ее дизайна. К примеру, вот эта, украшенная небольшим значком 9 мая, стоит 60 рублей. Ленточки, повязки, значки – все это уходит быстро, как горячие пирожки зимой. А вот для более платежеспособного покупателя есть товар подороже. Например, кружки, кепки, майки или футболки. Это, наверное, 9 мая, да, будут? Да, да. Качество сувенира или подарков, да? Здесь одеваются, твой такой. А сколько такая футболка будет стоить? 400 рублей. 400 рублей для настоящего патриота – сумма небольшая, так считает симферополец Родион. Главное, что благодаря простой вещи можно всему миру заявить о своей позиции. Это как бы позиция, что я русский и горжусь этим. Не отстают от взрослых и детей. В руках малышей воздушные шары в цветах российского триколора. Родители признаются, хотя удовольствие не из дешевых, все же готовы расставаться с деньгами без сожаления. По 50. Для праздника. Нормально. Нормально. Нет, я не считаю, что дорого. Не так часто это бывает. Люди берут, потому что знают. Россия, все на патриотизм – это вообще очень хорошо. И дети, и маленькие подходят, и взрослые. До тысячи уже продали. А это еще одна торговая точка. Здесь популярны советские и российские флаги, а также магниты на автомобиле. Продавцы и сами удивляются. Цены не маленькие, но товар пользуется спросом. 300. А это что? Маклейки на восстановление. А они сколько стоят? Тоже 300. 300. Свой флаг Лидия Мельник приобрела в прошлом году. Узнав сегодняшние расценки, говорит, пришлось бы отказаться от покупки. Купила. Купила. Кричу в прошлом году. А сколько стоят? 50, по-моему. Да. А сейчас вы знаете, что такой флаг стоит 300 рублей? Хо-хо. Ничего себе. Цены растут. Покупать или нет символа государства и Великой Победы – дело каждого. Но патриотизм – это не только флаги, ленты и другие предметы. Главное – любить свою родину и верно служить во благо страны. Ольга Савенко, Сергей Евсеев, Время новостей. Как не стать жертвами ДТП, в очередной раз напомнили школьники. По инициативе сотрудников Республиканского ГИБДД, воспитанники Симферопольского центра детского и юношеского творчества посетили пациентов одного из отделений клинической больницы скорой медицинской помощи номер 6. Там они еще раз напомнили о правилах поведения на дороге. Ежегодно в травматологическое отделение этой больницы попадают сотни людей. И порой, в зависимости от тяжести переломов, лечение может затянуться не на одну неделю. И чтобы хоть как-то скрасить пациентам скучные будни, маленькие симферопольцы им устроили большой сюрприз. Вот они, виновники торжества. Пятилетние малыши из центра детского и юношеского творчества. Дружной колонной они прошли прямо в отделение травматологии, где вызвали настоящий фурор. Ведь в обычные дни здесь очень тихо, но не в этот раз. Дети пели и рассказывали стихотворения на военную тематику, не забыли и о правилах дорожного движения. Яркое выступление маленьких симферопольцев вызвало только положительные эмоции у пациентов. За два года я первый раз вижу такое мероприятие, что оно все равно разнообразие какое-то вносит. Несмотря на то, что в палатах есть телевизоры, телевизор – это одно, а живое общение, когда видишь эту детвору, ее военно-патриотический настрой, воспитание, ну, очень на душе становится приятно и легко. Идея таким своеобразным способом напомнить о безопасности на дороге пришла сотрудникам республиканского управления ГИБДД. Посыл один – осторожным надо быть всегда. Третья глобальная неделя проходит под девизом «Будь ярким, стань заметным». Мы раздавали светоотражающие элементы, памятки пациентам данного отделения, чтобы они не забывали, что нужно соблюдать правила дорожного движения, чтобы не попадать в больницу. Далее мероприятие продолжилось уже в стенах Государственной инспекции безопасности дорожного движения. На этом акции по пропаганде дорожного движения не завершаются уже в ближайшие дни. Будет организован еще один флешмоб. Екатерина Наумова, Игорь Романенко, Время новостей. Настоящий праздник устроили в Симферопольском детском парке. Малыши смогли от души попрыгать на батуте, полакомиться мороженым и узнать секреты фокусника. За всем этим наблюдала Анастасия Соленик. В детском парке Первомай отмечают самые юные граждане. Школьница Катя больше всего любит петь и рисовать. Картина на асфальте тоже посвящена Дню Трудящихся. Это будет девочка, которая будет нести флаг, как сегодня на параде, и будет кричать с первого мая. Ни для кого не секрет, что дети – самые искренние существа, которых постоянно нужно и хочется удивлять. Мы себя уже начали позиционировать как театр под открытым небом. Я хочу, чтобы детский парк – это был сказка, в которую дети приходили, окунались, погружались полностью. Эмоции зашкаливают не только у детей. Взрослые тоже прониклись атмосферой праздника. Я чувствую себя замечательно. Массово люди гуляют, радуются. Чувствую себя счастливыми. Мы более стали сплоченными. Скучать некогда. Тут и аттракционы, и живые статуи, и театрализованная постановка «Подводный мир». Я играю роль помощницы тритона. Этот спектакль идет о том, что нужно помогать друзьям. Программа насыщенная. Малыши спешат попробовать все. Дел у юных тружеников тоже хватает. Сегодня 1 мая. Я буду кататься на качелях, кушать сладкую вату и пойду в кафе. Специально для юных зрителей сотрудники школы кузнечного мастерства создали автомобиль марки «Форд» 1910 года. Салон машины не пустует ни минуты. 1 мая – праздник не только для взрослых. Отмечают и самые маленькие граждане. У малышей есть возможность полакомиться мороженым, покататься на аттракционах и даже познакомиться с персонажами своих самых любимых мультиков. Здесь есть место песням, танцам и, конечно же, волшебству. Иллюзионист, удивительный Арнольд, сразу покорил сердца маленьких зрителей. Улыбки и положительные эмоции. Атмосфера пронизана всеобщей радостью. Праздник удался. Анастасия Соленик, Алексей Романов. Время новостей. Крымчане в 1 мая бьют еще и спортивные рекорды. Симферополец Ибрагим Ильхасан на чемпионате России по пауэрлифтингу завоевал серебряную медаль в жиме штанги лежа. Результат наш спортсмен показал внушительный. Он поднял штангу весов в 302 килограмма. Подробности в нашем видеоматериале. К такому достижению Ибрагим шел давно, однако мешали в основном психологические трудности. Он очень долго подходил к весу в 300 килограммов. На тренировке даже несколько раз поднимал его, но как только дело доходило до официальных стартов, результата как не бывало. Пришлось пойти на хитрость. Честно говоря, мы ставили 300 килограмм, но в этот раз такая моя задумка была. Я подумал, что 300 все, что психологически будет давить, давай перепринимем, попробуем 302. Я ему не говорил, он даже не знал. И вот получилось. Вот эксперимент удался. Добиться такого успеха Ибрагиму удалось даже несмотря на потерю веса. Сгонку он не планировал, но все-таки чемпионат страны, тем более с такой конкуренцией, это большой фактор стресса. Пожали, да, немного больше, но могли побороться. Но опять же, цель была, то есть у нас была тактика своя, чтобы поднять этот вес. Следующие соревнования будут проходить в городе Сочи, это будет открытый чемпионат Европы. И там мы надеемся сделать получше свой результат. А, кстати, какую там планку ставили перед собой? Ну, не хотелось бы сглазить, скажем так. Если подниму, то мы все об этом узнаем. В тренерском штабе уверены, пожмет. Дело в том, что школа крымского пауэрлифтинга известна на весь мир, поэтому второе место здесь могут воспринимать исключительно как промежуточный этап. Мы его выкармливали, воспитывали все вместе. У нас вообще школа пауэрлифтинга очень хорошая, под руководством самого патриарха пауэрлифтинга, известного пауэрлифтюра не только в Крыму, и там, скажем, на Украину, но и в мире. Это чемпион мира Николай Данил Шарли. Валерия Назерян, Андрей Трещук, Время новостей. Такими были новости на данный час. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с первым крымским. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин